добрый день расскажу про эволюцию трекеров gps трекеров эволюция будет начата со старых и плавненько перейдем на более новое оборудование что у нас из старого оборудования это большие такие устройства с огромным количеством входов выносными антеннами дополнительными каналами подключения они были сделаны принципе неплохие но эволюция не стоит на месте битрек 864 инструкция к нему есть несколько каналов что у нас есть класс gprs 10 количество слотов 2 тип питающего напряжения постоянные от 6 до 34 вольт максимально потребляемый ток 300 миллиампер рабочая температура от минус 30 до плюс 80 летенный аккумулятор на одну тысячу миллиампер степень защиты защиты ip64 относительная влажность до 15 процентов так габаритные размеры 160 40 120 стандарт gprs стандарт передачи данных gsm 900 1800 то есть в принципе обычный трекер без особых наворотов не вижу здесь описание каналов сейчас он таким разъемом отдельно разъем питания отдельно разъем для подключения датчиков на данный момент этот трекер простоял около 77 лет на автомобиле попала на него влага вышел из строя ну не то что попало хорошо залили все съездил ремонт и я так понимаю обратно установлен на ту же тот же автомобиль дальше после того как трекеры аташи на второй план появились трекеры чуть-чуть побольше как сказать побольше большим количеством птицей более высокой степенью защиты по весу сразу же чувствуется весит два раза больше я мне показал тут трекер как он выглядит изнутри попробую вот таким образом он открывается что мы тут видим одна плата две sim-карты в основном это используется когда трекер есть разные регионы то есть он может ехать из россии в украину или в европу и меняются карточки две карты ставятся при пересечении границы значит этот трекер без аккумулятора аккумулятор всегда устанавливается дополнительно есть для него разъем подключения беленький ничего не написано подключается сюда аккумулятор клеится обычно прямо сюда он работает все трекера это чисто автомобильные 12 вольтовые на стационарной основе они не есть как бы кроме одного вот этого есть самый распространенный самый надежный для грузовых автомобилей с возможностью подключения датчика уровня топлива но в основном и микрофон и есть микрофонный вход и даже есть динамик то есть в принципе можно звонить и разговаривать по этому прибору разъем очень надежный герметичный сделан очень качественно то есть устройство просто на сегодняшний день великолепно единственное что габаритный размер достаточно крупные габаритные размеры внутри этого трекера давайте посмотрим 4 самореза с резиночками то есть влага никакая туда не попадет когда затягивается что касается здесь корпус сделан с двух частей резинки здесь конечно нет вот это не очень хорошо но у него получается за счет того что он собирается как бы вот этот паз грязь и мусор туда никаким образом не попадет вода конечно затечет если его макнуть ну если будет он лежать каким-то определенным таким образом ну то есть тут же диоды тоже не загерметизированы тоже вставляются в отверстие просто по диаметру поэтому это не не и 68 значит внутри трекера все хорошо двухуровневый gps антенны встроенный прибор не имеет выносных антенн ни gsm ни gps то есть обе антенны встроены во внутрь этого прибора вот у нас gsm антенна вот у нас gps антенна то есть это новая модификация 920 bi которая я думаю востребована на рынке слот под карточку здесь один я думаю что в принципе это тестовый вариант посмотрим будет он жить пойдет ли он все точно так же как и 900 как 820 подключение без разницы обе защищены ну включаем любой разъемного бук 19 вольт он работает до 24 вольт ему как бы напряжение можно подключать сюда любое даже если будет высокое напряжение просто войдет в защиту ну таким нахальным образом его подключили и вот у нас описание почитаем что тут пишут и вот у нас описание почитаем что тут пишут разницу стандарт передачи данных такой же канал для звездку появился канал для связи через смс и голосовой звонок класс такой же тип навигационной системы такой же gps два нас дополнительная информация ну это уже устройство может подключаться к каншин также rs 480 пятому ван вая еще и скобочках fms системы датчик движения установлен внутри устройства это сделано для того чтобы более точно отображать его местоположение и если он машина стоит не двигается чтобы лишний раз не тратить аккумуляторы слот один подсмс карту входов 4 дискретных выхода 2 диапазоны входов указываются от 0 до 40 вольт максимум напряжение питания от 6 вольт до 40 то есть он работает абсолютно нормально конечно для тепловозов он не годится то есть но 40 вольт достаточно высокое напряжение при котором он работает стабильнее вот дальше что у нас здесь объем памяти 2 мегабайта на 650 тысяч записи то есть записи очень небольшие поэтому большого объема не надо емкость аккумулятора литий-ионного 1000 миллиампер опять же температурные режима такие же все такое же защита корпуса айпи 65 и разъем айпи 65 то есть разъем гораздо эффективнее изолирован чем сам прибор дальше здесь описывается по ножкам какая ножка отвечает за какой вход ну вкратце я вам так скажу что мы сюда цепляли и датчики контроля доступа то есть по карточке он пропускал и фиксировал человека который садится в машину мы сюда цепляли дополнительные метки это и прицепные если автомобиль меняет прицепы то есть трекер видит какой прицеп прицеплен сюда цепляли топливный датчик пять штук пять топливных датчиков сюда цепляли датчик температуры двигателя отдельно датчик ну дальше там уже мелкие там датчики давления масла датчики давления охлаждающей жидкости там в тепловозах там достаточно много всяких датчиков все даже не встали значит таким образом он загрузился уже вот у нас три лампочки что тут у нас пишет по этим три лампочки что-то вообще не вижу из описания индикаций значит вот он показывает статус и показывает что передача данных идет и показывает что он включен он на встроенных аккумуляторах то есть если мы его сейчас включим он будет продолжать работать еще семь часов полностью заряжены вот такое вот устройство не требующее дополнительных антон есть еще один экспериментальный образец битрек 820 аналогично предыдущей системе у него антенны встроены как gps так и gsm в основном используется для коммерческого транспорта для детального для детальных характеристик очень похож на 920 аккумулятор карта gps антенна gsm антенна очень компактный очень привлекательно выглядит надежность тоже очень высокая этот автомобиль уже испытанный трекер я его лично на автомобиле испытывал я постараюсь вам показать как он подключается к автомобилю подключается и подключается и подключается подключается очень просто к любому автомобилю Единственное, что список автомобилей, в котором он работает и показывает полностью все данные автомобиля, небольшой. Но я думаю, что в будущем максимально будет. Почему? Потому что протоколы отличаются в OBD2. Но и там не только от протокола отличаются, там очень большое отличие в информации, которую передает автомобиль. Поэтому не ко всем есть доступ. Следующий вариант. 868. Это мой любимый приборчик. Очень удобный, но очень маленький. Без дополнительных датчиков. Есть только дополнительный выход. Можно что-то, индикацию какую-то включить или блокировку осуществить. Если это как противоугонная устанавливается система, то он может передавать сигнал на заглушение автомобиля. Тут получается три провода минус, плюс и зажигание. Он на двух саморезиках собран. Внутри вообще все просто. Гораздо проще, чем в мобильном телефоне даже. Он тоже на одну карточку. Точно так же, GSM антенна и GPS антенна. Аккумулятор. Литий-ионик. Написано 1000 миллиаметров. 3,7 вольт. Вот у нас такой жут. Мы его подключили. Карточка у нас стоит. То есть он у нас, в принципе, сейчас выйдет на связь. Загорится зелененькая. Тогда он поймает спутники. Ну, здесь, просто в помещении, ему тяжело очень поймать спутники. Ну, вообще, это реализмимо. Только долго ждать. Так же он работает автономно. На аккумуляторе. Чтобы не болтался аккумулятор, здесь вот есть специальный поролончик. Он его поддавливает. Тут степень защиты, конечно, не такая, как в том устройстве. Ну, тоже, как бы, он без проблем. Так, в принципе, по этому трекеру объяснять больше нечего. Подключили. Я покажу уже на видео. Смотрите про установку. Смотрите видео про установку. Что еще хотелось показать по этому прибору? Напаял я на него три микрофона обычные. Как они там, дискретные микрофоны. Два маленьких, один большой. Вот этот один, который крупный микрофон, показал себя пока наилучшим образом. Но будем экспериментировать еще. То есть это пробный вариант под этот трекер. Дальше что у нас? Покажу, какие варианты попадались при монтажах. Самый такой, который мне больше всего понравился, вариант устройства. Я так понимаю, это француз. Мы сняли его с французской машины. Одна антенна с удобными разъемами, с хорошей фиксацией. Не накручивающимися, а защелкивающимися. Значит, этот самый. Вставляется карточка. На данный момент здесь оператор Оранж стоит. Трекер маленький, компактный. Я так понимаю, с возможностью подключения даже какого-то датчика, судя по количеству входов. Их тут немало. Лампочки здесь есть на корпусе, которые означают PowerGPS, User2, User1. То есть, какие-то даже пользовательские. Значит, здесь изначально микрофон, наушники, вход идет штыковый. Можно воткнуть и слушать, купить стандартные наушники. Гарнитуру даже. Я думаю, что это будет работать. Его тоже можно прописать. Мы его оставили. Может быть, в дальнейшем пропишем его на какой-то автомобиль под наш сервис. И вот еще два варианта конкурентов. Тоже очень интересные трекера. Ничего о них сказать не могу, потому что не юзал. Демонтировал с автомобилей. Значит, этот вот у нас называется GreyFone. Серый телефон, да? Трекер интересный такой. Маленький. Достаточно тяжелый. Большое количество входов. Индикация. Стоит карточка Kyivstar. Что находится внутри, мы можем глянуть. Как выглядит внутренности оборудование конкурентов. Вот таким образом. Сим-карта одна штука. Аккумулятор одна штука. 900 мА. От Nokia, от какой-то запаяли. Особо не парюсь. Антенна GPS выносная. Антенна GSM встроенная. Удобно. Хотя тут места хватило. Хочет, наверное, падать было. Компактный. Модель 01. Номер моделиста. Нет у меня на него ни инструкции, ничего. Поэтому не могу вам детально рассказать про это оборудование. Рыцарь, который сняли на прошлой неделе. FM Light BCBCE. B-S-C-E. Наверное, вот так правильно. B-C-E. FM Light. Свет FM. Точно так же стоят хорошенькие такие разъемчики. Удобные для снятия установки. Которые не спадут сами по себе. И очень хорошо, качественно стыкуются с антеннами. Разъем питания тоже аккуратный, удобный. Не IP68, как в битреке. Но в то же время очень и очень. Это устройство уже с дополнительным датчиком топлива. Имеет возможность передавать информацию. Его я разбирать не буду, потому что мне его надо вернуть. Возможно, он является гарантийным. Поэтому поковырять его там заглянуть не сможем. Лампочки у него вокруг разъемов установлены, диодные. Которые индицируют состояние. Когда я его снимал, лампочки горели. То есть он работал на аккумуляторах. Карточка здесь, скорее всего, либо под антенны вставляется, либо после разборки. То есть прибор вскрывается, и туда вставляется карточка. Возможно. То, что на лице панели нет слота под карту. Вот такой еще приборчик мы посмотрели. В принципе, обзор вкратце я закончил. Задавайте вопросы, если кому что-то интересно. Расскажу более подробно, детально. Если надо будет. По возможностям детально по входам. Какие входы, как мы подключали. Такое напряжение, как работает. То есть... Тема отдельного видео.